Здравствуйте! В прямом эфире новости на Саха 24 в студии Юлия Великодная. На руднике удачно в Якутии автоматика отключила подачу электричества. Шахтеры эвакуируются, сообщил источник. На руднике сработала автоматика, отключившая подачу электричества. 63 шахтера уже подняты на поверхность, поднимаются еще 119. Никто не пострадал, связи со всеми заблокированных нет. Электроснабжение рудника удалось возобновить в ручном режиме. Несмотря на возобновление подачи электричества на рудник, решено вывести оттуда всех горнорабочих и провести профилактические работы. Шахта возобновит работу в ближайшее время, производственный процесс не пострадал. В России могут ввести патентную систему для людей, сдающих свои квартиры туристам. Авторы идеи считают, что в этой области необходимо наводить порядок. Так называемый частный сектор конкурирует с гостиницами. Квартиры или апартаменты сдаются полулегально. Недолжное качество услуг небезопасность гостей не обеспечивается. Официально признаны аварийными ДОВАТ 21 и 25 на улице Пионерская в Якутске. Людям приходится выживать, ожидая переселения и полностью оплачивать счета за коммунальные услуги. Продолжит Евгения Андросова. Входная дверь Веры Николаевны, жительницы первого этажа дома номер 25 по улице Пионерская, открывается с трудом. А внутри квартиры пол топит грязной водой. Хозяйка говорит, что весной бывает хуже. Ее соседка Татьяна Тымырова живет с малолетним сыном. Летом она сама сделала подиум, чтобы ребенок не наступал на лужи. Грибки появляются уже. Жить невозможно. Везде полы вообще холодные, ужас. Дом вообще-то аварийный. Лишний раз не ходим, полы у нас все шатаются. Ольга Разьянова сирота и бесплатно получила от государства квартиру. У нее шестилетние мальчики-близняшки. Дом ходит ходуном, поэтому пол ее квартиры скошен, а потолок в прямом смысле падает. С весны начинает протекать крыша, а окна не открываются из-за давления потолка. Канализацию у нас никто не делает ее, потому что она течет все под дом. Под дом все течет. И из-за этого у нас косит все, весь дом. От стены полы отошли на 10 сантиметров. На первом этаже я могу посмотреть на первый этаж, что делают там люди. Дома по улице Пионерская 25 и 21 официально признаны аварийными. Вся электрика в печальном состоянии. А когда идет дождь, несомненно, провода намокают и возникает замыкание. Таким образом, дом номер 25 два раза сгорал. Надо какие-то меры принимать или сносить эти дома, или что-то. Обещаний много, а толку никакого нет. Нижние балки все подгнили. Можно рукой к соседу залезть. Палу своей квартиры Виктор поднимает каждый год, так как дом тонет. В итоге сейчас можно руками дотянуться до потолка. На настоящий момент авария устранена. И сейчас идет уже уборка и ремонт тех последствий, которые произошли в результате затопления данных домов. И те дома, которые, скажем, такие ветхие и аварийные, которые прожили свой век, мы должны снести в рамках той федеральной программы. Две пути у нас. В любом случае, это реализация, так скажем, этой программы, да, или в рамках муниципальной адресной программы, либо путем привлечения инвесторов. Несомненно, судьба домов по улице Пионерской решится не за один день. Жителям придется надеяться только на лучшее. Евгения Андросова, Георгий Григорьев, НВК, Саха, Якутск. Решен вопрос финансирования, завершения строительства водозабора и водоочистных сооружений Якутска. Банк ВТБ и Евразийский банк развития предоставят водоканалу две кредитные линии на общую сумму 2,5 млрд рублей. Сейчас на объекте работы ведутся по графику. Сдача и эксплуатация намечены на 14 октября этого года. Реализация проекта решит проблемы столицы, связанные с ежегодным увеличением потребностей города в воде и обеспечением населения качественной питьевой воды. Заключены кредитные соглашения с Венештургбанком на 1,2 млрд рублей. По первому лоту и по второму лоту 1,3 млрд рублей открыта кредитная линия Евразийским банком развития. Это позволит в этом году завершить строительство и ввести в эксплуатацию водозаборные сооружения и подать городу, отвечающую стандартам, питьевую воду. Глава Нерюнгринского района начал отчеты перед населением об итогах за 2017 год. На дальние расстояния Виктор Станиловский поприехал с большой командой представителями правоохранительных, надзорных и контролирующих органов, руководителями предприятий и организаций для того, чтобы жители района на месте могли получить ответы на все интересующие вопросы. С подробностями наш корреспондент. Свой первый отчет по итогам ушедшего года глава района Решат Юзмухаметов провел в поселке Светлый. Сегодня это поселение демонстрирует стабильные показатели. Здесь фиксируется положительная рождаемость и миграция. На конец 2017 года здесь прописано почти 3400 человек. Основные работодатели предприятия Алроса в Мирном и Вилюйская ГЭС. Бюджет поселения больше 50 миллионов рублей. Но главная проблема местных властей – задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги. Сумма уже перевалила за 72 миллиона рублей. Задолженность копилась годами, но только сейчас местные власти начали решать проблему. Районные власти, в свою очередь, помогали поселению субсидиями. Это связано со сверхдоходами районного бюджета. С 2014 года администрация района, так как у нас был положительный бюджет, выделяла деньги из района поселения на решение их проблем, так называемые межбюджетные трансферты. В 2014 году у нас было 162 миллиона, а в прошлом году уже почти полмиллиарда рублей мы выделяли всем поселениям района на решение их неотложных нужд. Следующий слайд. Для поселка Светлый в прошлом году было выделено из бюджета района 13 миллионов 200 тысяч рублей. Основные вопросы светлинцев касались здравоохранения. Ветхий стоматологический кабинет нуждается в ремонте и замене оборудования. Немало проблем и в самой больнице с нехваткой врачей и медикаментов. Если вы вдруг приобрели препараты какие-то, пожалуйста, берете выписку, берете чеки, которые вы купили. Только чек должен совпадать с момента поступления и с момента выписки. И прикладывайте эти чеки, пишите на мое имя заявление, отправляете мирный, и мы все лекарственные средства возмещаем. Как озвучил глава района, в Светлом скоро появится новый врач и ему предоставят жилье. В 2017 году в поселок провели высокоскоростной интернет. Светлинскую ГЭС вывели из списка непрофильных активов Алроса. Теперь ее продажа снята с повестки дня. Эту новость жители поселка встретили аплодисментами. Глава района пообещал активнее бороться за права местного населения при трудоустройстве на предприятия газовиков и нефтяников. Пока процент местных рабочих кадров слишком мал. И здесь необходима координация усилий районных и республиканских властей. В целом я считаю, что светлинцы настроены оптимистически. В принципе, население в поселке растет. Здесь поселок благоустраивается. Принимаются местные администрации целый ряд программ по озеленению, благоустройству, чтобы действительно создание комфортной среды для проживания. Завершился отчет награждениями жителей Светлого, принимавших участие в программе активных гражданин и получивших гранты на благоустройство поселка. Глава района предложил всем светлинцам писать заявки на такие гранты. Ведь с их помощью можно сделать многое. Например, отремонтировать или купить то же оборудование в зубную клинику. Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Порядка двух десятков направлений в сфере занятости освоили жители Алданского района. Становление бизнеса стало возможным благодаря господдержке, оказываемой в рамках содействия занятости населения. Как начать собственное дело, узнали наши коллеги. Эти собаки – личности, говорит заводчица хаски Надежда. У супругов Буханцевых их шестеро. Чрезвычайно умные и бесконечно дружелюбные. Хаски все-таки остаются издавыни. И прокатиться в санях, запряженных собаками, могут все желающие. Во-первых, это общение с животным. Во-первых, у кого нет животного, он может в любой момент пообщаться, погладить, приятоваться. Первую хаски Надежда с мужем завели 8 лет назад. К идее катания в собачьей тряшке супруги пришли неожиданно. Для Алданского района подобного рода забава явилась новой и стала весьма популярной. А ее воплощение в жизнь стало возможным благодаря господдержке, оказываемой в рамках содействия занятости населения. Направление деятельности самое разнообразное. Это у нас деятельность в области спорта, это производство полуфабрикатов, техническое обслуживание автотранспорта. Житель села Хатыстыр Семен Савинов стал индивидуальным предпринимателем в прошлом году. Мастерством работы с деревом овладел значительно раньше, еще в школе. Мебель, развивающие игрушки и тренажеры, Семен изготавливает по заказам детских садов района. В дошкольных учреждениях его работы востребованы. На государственные средства Семен полностью оснастил свой цех. Инструментарий я почти весь купил с помощью субсидий. Пила, токарный станок, фуговальный рейсмусовый станок. Александра Нехаева – фотограф. Благодаря оказанной по линии Центра занятости финансовой поддержки Саша смогла приобрести современное оборудование и программы для работы. Разработанный на год бизнес-план Александра выполнила за шесть месяцев. Поддержка была первым шагом к тому, чтобы открыть свое дело. За период с 2015 по 2017 годы по 150 тысяч рублей на основании развития собственного дела получили 19 жителей Алданского района. Социальную значимость и качество услуг уже реализованных проектов сотрудники Центра занятости населения оценивают на отлично. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан. И последнее. В Хабаровске второй год подряд набережную города украшает аллеей снежных скульптур. В течение трех дней 20 художников воплощали свои замыслы в жизнь. Произведение снега оценил наш корреспондент. Снежные фигуры вырезаются из огромных блоков искусственного снега. Лепить фигуры из обычного снега, как это делают дети во дворах, не получится, поскольку натуральный снег не имеет такой прочности. Несмотря на то, что в этом году зима в Хабаровске выдалась снежная, специальная снеговая пушка несколько суток без перерыва готовила материал для фигур. Зима хотела помочь в эти дни, устроила метель небольшую, но этот снег, к сожалению, не подходит для скульптур. И искусственный снег, он прессуется хорошо, кристаллы ложатся в другую, как плотно, то есть кристалл кристаллу, и получается такой белый лед. В итоге прессованный блок объемом 30 кубических метров по прочности близок к бетону. Из него авторам было предложено создать композиции с дальневосточным колоритом. Четких рамок не было. Например, в этой работе автор решил изобразить нанайских рыбаков, для которых Амур больше, чем просто река. Река жизни, река Амур, так как для коренных народов Амура, это в прямом смысле этого слова, то есть они выживают за счет реки. И пришла идея сделать рыбака, сына. На конкурс были представлены и абстрактные работы, и шутливые. Жюри оценивало мастерство обработки, рациональность использования материала, выразительность композиции. В итоге первое место и 100 тысяч рублей присудили за композицию «Река жизни Амур». Стас Михайлов, МВК Саха, Хабаровск. Больше 20 часов. К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами. В 6 лет, когда я была совсем маленькая, мы с родителем переехали из ТВ в Якутск. Первое, на что я обратила внимание, это, конечно же, сильные морозы. Но со временем я поняла, что суровые условия только сближают людей. Я люблю Япотину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова